Пасха Несмотря на то, что меня до сих пор это удивляет, это был праздник и Благовещения, и Пасхи, то есть так называемый Кирио-Пасха. Особое торжество, когда Пасха с Благовещением совпадает в один день, 7 апреля, это бывает один раз за много лет. И вот армянские боевики, казалось бы, армяне-христиане, хотя они православные, григоряне, но христиане, какой-то дух христианский должен был бы присутствовать. Но оказывается, человек настолько может духовно деградировать, что даже праздники Пасхи, которые и злодеев делают как-то милости в этот день, для таких людей ничего порой не значат. Рискуя своей жизнью, спас не только жителей, спас своих подчиненных. С десятками боевиков, сражаясь до последнего патрона, и был подло убит в спину, под бронежилет. В такой день, двойной религиозный праздник, он исполнил свой долг, исполнил свой долг офицера, исполнил свой долг мужчины. Он защитил мирное население от бандитов. За несколько месяцев до распада СССР, в сентябре 1991 года, после многочисленных обращений жителей азербайджанского села Юхары-Джибикли, Олегу Бабаку было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Каждый год, 7 апреля, Абдулгадир Гусейнов и еще более 200 жителей села Юхары-Джибикли отмечают свое второе рождение. Они никогда не забудут подвиг молодого офицера, единственного сына своих родителей, спасшего им жизнь. Отец часто говорит нам об этом человеке каждый год, 7 апреля, попросказывает события, каждый раз напоминает нам об этом герое. И я хочу выразить свою благодарность его родителям за такого сына. Спасибо ему за его подвиг, спасибо ему за то, что спас стойких мирных жителей, и спасибо ему за то, что мы сейчас сидим за этим столом. Память ему вечная. Я преклоняюсь перед родителями Олега, дай Бог им здоровья, он живет в наших сердцах и будет жить вечно. Увековечить память Олега Бабака в селе Юхары-Джибикли Гувадлинского района пока не удалось. 20% территории Азербайджана находится под оккупацией вооруженных сил Армении. Более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Мало кто говорит о том, что бы было, если бы подразделения боевиков, вот эти боевики, вошли в Юхары-Джибикли. Зная, что творилось реально, что скрывалось, то есть людей как минимум бы казнили или взяли в заложники для торговли, превратили бы в рабов, издевались, уродовали и калечили. То есть благодаря тому, что Олег и бойцы выдержали этот бой, боевики не смогли войти в Юхары-Джибикли, не смогли осуществить свои планы. Подвиг лейтенанта Олега Бабака помог избежать массового кровопролития в азербайджанском селе Юхары-Джибикли. Но позже армянским националистам все же удалось осуществить свои коварные планы. С лица земли были стерты целые азербайджанские поселения и учинен геноцид мирного населения. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА